В эфире программа «Анализируй этнос» с Ольгой Миронович. Я Ольга Миронович. Здравствуйте! Поднимите мне веки, себе тоже поднимите, потому что вы сегодня в сказку попали, и местами очень страшно. Сейчас будет много всякой хтони и пугающей мистики, потому что в гостях у меня две поистине волшебные женщины. Одна из них самая настоящая сказочница, автор семи сборников сказок коренных народов Дальнего Востока и Севера, шеф-редактор сдательства «Пресс-Пас» Александра Агафонова. Здравствуйте! А другая, ну так вообще, ну как вам это объяснить? Это наша такая российская Джоан Роулинг, автор романа «А за околицей тьма». Это книжка про удмуртский Хогвардс, но в режиме домашнего обучения, когда волшебники, вот не надо никуда ехать, а волшебники сами к вам приходят на дом и дают уроки мастерства волшебного. Дарина Стрельченко её зовут, и её книжка наделала шума в кругах литературоведов. Здравствуйте! Вы просто восхитительно её описали. И оказались они тут не просто так. Дело в том, что сегодня в Пскове стартовал фестиваль книжная яблоня литературный. И в этом году как-то так получилось, что на эту яблоню в Псков приехали сразу несколько писателей-издателей, которые специализируются на фольклоре и этническом фэнтези. Вот что это такое за этническая фэнтези? Что-то за жанр такой. Сейчас Дарину спросим Стрельченко, которая на нём специализируется тоже. Расскажу со своей точки зрения, пусть литературоведы, если что, меня поправят. Для меня этническая фэнтези — это стандартный фэнтези, то есть мир с фантастическим допущением, куда ты плетаешь какие-то этнические мотивы. Самое стандартное — это, естественно, что-то славянское, Баба Яга, Кощей, Добрые Молодцы. В моей книжке это ещё немного вкраплений Удмуртского, то есть это Инмар, Вумурт, Каркамурт, Ягпери и другие удмуртские этнические персонажи. Но всё на самом деле не так сложно, потому что одним из основоположников этнического фэнтези в русской литературе был не кто-нибудь, а Николай Васильевич наш Гоголь. И если вы читали «Вея» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», то, конечно, вы тоже любите такого рода литературу и знаете, что это страшно интересно. Ужасно интересно. До мурашек величиной с грецкий орех. И вот в романе Дарина Стрельченко «За окулицей тьма» там тоже много всяких жутковатых персонажей, которые окружают и наставляют на путь истинной юной особы по имени Ирина. Например, там есть такой персонаж, как Яга Абыда. Правильно я делаю, Дарина? Вот кто это вообще такой? И почему она обидчивая? Что вообще с ней такое? Почему у неё такое странное имя? Абыда никак не связан с обидой в данном случае. Абыда — это удмуртский мифологический персонаж, это такой удмуртский аналог нашей знакомой славянской Бабы-Яги, но со своими нюансами. Однако главная её роль, как и у славянской Бабы-Яги, это сохранять равновесие между нашим миром и некоторой изнанкой нашего мира. А в чём разница-то? Чем она от Бабы-Яги-то, наше русское народное отличие? Дело в том, что наша русско-народная Баба-Яга — это такая стандартная старуха со сломанным длинным носом, с костяной ногой, такая страшная, которая, может, и поможет, но жуть становит. А удмуртская что, посимпатичнее? А удмуртская может принимать разные обличия. Она может быть и страшной старухой, и зрелой красивой женщиной, и юной обворожительной девушкой. Удобно? Очень удобно. А ещё у неё есть некоторые такие детали, по которым её можно опознать в любом обличии. Например, у неё ступни вывернуты задом наперёд. И когда она ходит, кажется, по её следам, будто она шла в противоположном направлении. А зачем это у неё так? Это она нас просто путает, да? Ну, с одной стороны, да. А вообще есть много версий, почему так это происходит. И одна из них о том, что... И она, кстати, обыгрывается в книжке. Абыда таким образом сбрасывает прошедшие дни, чтобы не тащить воздух не за собой. Да, я помню, я дочитала до этого места, где у неё там в прах рассыпаются её вот эти вот обувь, да? Да-да-да. Это всё того же поля ягода. А сама-то книжка, вот про что она? Правильно я понимаю, что это про взросление, про инициацию? То есть классическая такая сказка, путь героя, которому надо пройти определённые испытания, и что в этом ему помогает опыт предков. В целом всё именно так. Но мне хотелось вложить ещё в эту книгу много Удмуртии. Я сама родом из Удмуртии, но очень часто, когда тебя спрашивают, откуда ты, ты отвечаешь, из Удмуртии. И следующий вопрос, а это вообще Россия? Это вообще что? Это где? Даже Удмуртию, даже Удмуртию не знают, что это Россия? Да, очень часто люди не знают и никогда не слышали об этой республике. А вы Удмуртка, не 100%, а 75%. А вот поэтому у вас там в этой книжке и русские народные герои, и кочей, и ягабы, да? Вот поэтому там всё смешалось в лесу Удмуртском. Удмуртском. Всё так. И помимо каких-то посылов о взрослении, об инициации, я хотела вложить просто очень много красивой Удмуртской природы, какие-то Удмуртские слова, которые знают даже те, кто не знает Удмуртского языка в нашей республике. Например, слово «виштем» — это дурак, его знают все. Виштем. Виштем. Да. Какие-то национальные блюда, какие-то обычаи, что-то связанное с мифологией, мифологические существа. Удмуртскую мифологию нельзя назвать полностью самобытной, но она очень красивая, в ней очень много необычных деталей, в ней красивейшие легенды и названия. Например, в Удмуртской мифологии есть легенда «Опыт алмаз», у неё есть очень много разных вариантов окончания, все они нежные и печальные, и эта легенда тоже в том числе упоминается в моей книге. Вы так красиво рассказываете, можно подумать, что такая вот красивая книжка, на самом деле страшноватая, там и начинается она со смерти, и испытания там смертельно опасны, то есть вот эта главная героиня Ирина, а её предшественница, её похоронили прям там, да, она не выдержала. Да, потому что это не детская книжка. Не детская, она 16+. Она 16+, маркирована, да, хотя там нет каких-то прям супер-жёстких вещей, но в жизни присутствует смерть, мы все живём рядом со смертью, она со всеми нами рано или поздно случится, и избегать её в книжке, ну, было бы странно, наверное. Особенно учитывая, что у меня тут яги, которые вообще-то хранят равновесие между лесом, то есть миром, где мы живём, и хтонью, то есть некоторой изнанкой нашего мира. В книге есть эпизоды, как души умерших людей уходят в хтонь, и имея всё это, ну, было бы странно избегать темы смерти как таковой. Напоминаю, что это программа «Анализируй этно» с Ольгой Миранович, и теперь я хочу вам рассказать про вторую мою гостью Александру Агафонову. Мало того, что она какая-то вот нетипичная, неправильная, она какая-то сказочница, потому что те, кто нас слушает сейчас по радио, они, наверное, представили себе такую старушку-веселушку в цветастом платке, которая сидит, подперея в щёчку пальчиком. А Александра вовсе красивая молодая девушка. Спасибо. И на улице встретишь её с ни за что не догадаешься, что она сказочница. На лбу не написано, это точно. А как вы думаете, сегодня учат на сказочников? Та-дам! Может быть, в Удмуртии? Нет, нет. На факультете журналистики МГУ сегодня учат на сказочников. Да, Александра? А как вот так вот получилось, что вы учились на журфаке МГУ, а стали сказочницей? Вопрос с подвохом, конечно. Но дело в том, что, наверное, не секрет, что журналистика сейчас уже практически умерла. И то, чему нас учили, очень трудно сейчас нести в профессию. А с другой стороны, ну, я имею в виду, наверное, газеты, журналы. Да, им сложно очень... Да, вот куда уходят журналисты? У нас даже был на ПЛН-ФМ такой выпуск специальный. Куда? Вот куда они уходят? Нет, это что в сказочнике, например. В том числе, да, начинают писать книги, потому что писать хочется, а спрос на журналы и газеты как-то падает. А вы учились, когда уже была Елена Вартанова, декана. Да. Потому что я-то училась, и моя матушка, когда ещё Ясен Николаевич Засурский был. Засурского, да, да, я тоже... Так вот, я, но я на самом деле лекции Вартановы слушаю. Не далее, как 10 сентября, я была в Москве и слушала лекцию Вартановы, потому что я веду школу межэтнической журналистики Пскова. У меня, кстати, начался новый набор, все спешите в школу. И вот Вартанова, когда она говорит про функции журналистики, она подчёркивает, что одна из важнейших функций помочь людям разобраться, кто мы и откуда. Что это очень важный общественный запрос. Люди хотят больше знать про свои корни. Так что для того, чтобы начать, изучать, интересоваться фольклором, даже вовсе не обязательно становиться этнографом, можно вполне себе оставаться журналистом. Конечно. И мне кажется, как раз сказка это тоже об этом. Мы хотим понимать, кто мы, что мы, почему у нас определённые страхи и определённые мечтания. И вот сказка нам пытается ответить на эти вопросы. Но вы москвичка, да? Да, я коренная москвичка. А сказки пишете про якутские, таймырские сказки, сказочный таймыр, сказочная Якутия. И Сахалин, и Чукотка, и Камчатка. И на Таймыре у меня есть и знакомые Чукчи, и знакомые Нганасаны. Но я бы, наверное, не отважилась вот так вот пересказывать их сказки. И вообще, как они вас пустили в свою культуру? Это же другое, вообще это другой космос, другая планета. Вы совершенно верны. Ревниво очень относятся к твоему национальному культурному достоянию. Считают, что мы ничего не понимаем в этом. Это мы дикие с их точки зрения. Чем дольше я в этой теме, тем больше я прихожу к мысли, что, возможно, мы и правда не всё понимаем. Потому что человеку вне... Да, они считают, что мы уже, например, с природой не умеем ладить. А вот они ещё и сохранили вот эту вот культуру. Но это действительно так. Вот я живу в мегаполисе, в Москве. И где у меня природа? У меня есть вокруг три прекрасных парка. Но это не та природа. Там нет медведей, тигров. Если ёжик встретится, это будет целое событие. Это не та природа, которую нужно задабривать, которую нужно бояться, к которой нужно относиться с уважением. Мы идём в парк как потребители. Мы хотим погулять, покататься на велике, развлечься. природа во всех регионах. Когда мы выходим за пределы города, это такая мощь вселенская, можно сказать. Это действительно природа-мать наша. Она может покарать, она может преподнести дар. И от тебя очень много зависит, ты вообще уважаешь её или нет. То есть это такая фигура, с которой нужно считаться. Это не то, что в городе. И у них свои вот эти мифические персонажи. Например, Моу-няма. Нямы. Нямы, да? Это, я так понимаю, Онганасан. Это мать-сыра-земля. Мать-земля, да. Моу-нямы и Туй-нямы. Две богини-прародительницы, которые создали землю. Мне очень нравятся эти персонажи, потому что они, с одной стороны, великие матери, которые создали мир, вселенную, землю и всех, кто населяет, землю. А с другой стороны, они женщины. И как женщины, они сварливы немножко, завистливы. Может быть, кое-где недалёки, любят и посплетничать. Это такой очаровательный, какой-то микс очаровательный, что невозможно было не рассказать об этом широкой аудитории. Ну вот Маганасаны, они совершенно загадочный такой народ на Таймыре. Их осталось тогда меньше тысячи. Немного, да. Но это потомки нелитических вообще охотников. Они такую архаику там сохранили, до наших времён донесли, что это вообще фантастика, да? Это правда. А якуты, например, вот до сих пор кормят огонь. Даже на кухне у себя, на газовой плите, у них есть какие-то обряды, совершенно тоже магические. Есть, есть. И огонь кормят. Но это не только якуты, это очень многие народы. А вот, и, кстати, вот Александра, что интересно, она, у неё сказка, вот эта книжка «Сказочная Якутия», это не просто книжка, это книжка эксклюзивных сказок, потому что она как-то ухитрилась выведать у якутов такие сказки, которые вообще нигде никто не публиковал никогда. Это было непросто, да. Мне помогали языковые НИИ, и моя помощница, она нашла бобины с аудиозаписями, которые были записаны в 40-х годах 20-го века, и не разобраны, как это у нас часто бывает, что-то делается, люди едут по заданию, разговаривают с людьми, ищут эти сказки, студенты, но потом это ложится мёртвым грузом. Я понимаю, что эти бобины, они уже скоро рассыплются, их уже ещё чуть-чуть, и мы потеряем это. Поэтому была проделана большая работа всё это найти, перевести в цифру. А вот как-то помогло вам, что вы сами не местные там, что вы этот взгляд со стороны? Конечно, потому что когда ты находишься в каких-то обыденных реалиях, ты не видишь какого-то, может быть, чего-то необычного. То есть для них это может быть повседневность. Да, а что там интересного? И тут приезжает человек со стороны, и он, о, ничего себе у вас там! У них есть потрясающий персонаж, бабушка Сота. Она сидит на берегу реки. Такой типичный перевозчик. Но если мы привыкли, что перевозчик, это когда герой бежит, бежит, за ним кто-то гонится, какой-то монстр, и вот прибегает, и впереди река, бабушка, перевези меня там через реку. Обычно там какая-то лодка используется, но максимум перелетает, там герой на чём-то. Это бабушка? Нет, она сначала мучает. Герой, естественно, говорит, ну подожди, я сейчас кашу сварю, ну нет, подожди, я там что-то сошью, подожди, подожди, а там бежит монстр, нагнетение идёт. Ну это как вот эта яблонька, печка, как в нашей сказке гузелебеди, то же самое. Нет, сначала поешь моих яблочек. Да, они любят издеваться над героями, конечно. Но потом эта бабушка делает совершенно невозможную вещь, она через широкую реку перекидывает свою ногу, как мост, то есть она удлиняется. То есть это тоже такая своего рода баба-яга. Да. Костяная нога. Да. Да. Нигде такого больше не встречала. Вот так вот со стороны, да, интересно. Я напоминаю, что и Даль, и Розенталь, которого все знают, жорфаковцы, я ещё застала, между прочим, его, что они тоже не были этническими русскими, но вот как-то разобрались в русской филологии получше, чем сами русские. Вот, ну, вот, я такой вопрос, а зачем вот псковичам вот эти какие-то якутские сказки? Зачем? Александре я уже проболталась сегодня. Сейчас мы будем удивлять Тарину. Ну, Дарину Стреченко. Мы будем удивлять. Удивлять. А вы знали, вот, Дарина, что псковичи с якутами родня? После того, как сегодня в библиотеке имени Григорьева я увидела выставку рисунков, среди которых был рисунок по мотивам финно-угорских мифов, а к финно-уграм относятся в том числе и удмурты, я уже не удивляюсь этому. Ничему не удивляюсь. А дело в том, что вот когда стали учёные изучать эти все гаплогруппы, то они выяснили вдруг внезапно, что псковичи и якуты всего каких-то 7 тысяч лет назад были одним родом-племенем. Потом как-то вот дорожки разошлись, то ли, значит, предки бывших псковичей, ну, вернее, нынешних псковичей как-то вот куда-то подались на запад, то ли предки якутов на восток. Ну, в общем, мы с ними, оказывается, в одной гаплогруппе. Вот, и поэтому, когда мы читаем якутские сказки, это ещё и способ узнать что-то про нас, про нас любимых, а не только про якутов. Вот, потому что у нас, вот у нас тоже интерес огромный сейчас появился вот к этим бобитам старым, к этим графическим материалам, потому что те же самые наши студенты псковские многие годы ездили в эти экспедиции, собирали. Тут приехала такая вот у нас Анастасия Попова, тоже понаехавшая, учиться в ПсковГУ. И говорит, да ладно, у вас такие сказки, вы их не издаёте. Выиграла грант и издала, пока была студенткой, адаптировала эти сказки и издала для детей. И мы с ней выясняли, а зачем вообще? Это же те же самые сказки, ну, как бы все общеизвестные, только в псковском изводе. Что вообще они нам дают-то? И выяснили, что мы можем узнать про псковичей вот из этих сказок. Вот, например, сказка про курочку рябу. Чем она заканчивается? Там мышка бежала хвостиком, вильнула, яичко упало и разбилось. И курочка им говорит, да не плачьте вы, я вам новое снесу. А вот псковская сказка заканчивается иначе. Они говорят, да нафига вам эти золотые яичка, да мы сами добьёмся, его добьёмся сам, как на той картине, где молодой человек стоит и с этим коробом доставщика, всё добьюсь сам. Вот так вот, вот такие. Мы решили, что псковичи не такие трудяшки. И что мы про якутов-то из якутских сказок можем узнать, а заодно и про псковичей? Ну, вообще, это очень интересная тема, потому что, когда ездишь по разным регионам, встречаешься с представителями разных народов и с удивлением находишь мотивы одних и тех же сказок. Но, как и вы совершенно точно сказали, есть свои вариации. И от народа к народу это всё меняется интересно, передаётся менталитет. Но что якуты-то сохранили, они про нас, про вот это племя древнее, что-то донесли до нас? Какими были наши общие предки? А предки были бесстрашными, сильными и какими-то очень одухотворёнными, как мне кажется. И, но это не только про якутов, вот эта связь с природой, о которой мы говорили, у малочисленных народов, она сильна, к сожалению, в отличие от нас. Напоминаю, что в эфире программа «Анализируй этнос» с Ольгой Миронович, и сегодня мы с писателями Дарины Стрельченко и Александрой Гафоновой пробуем выяснить, как магическая реальность помогает нам переживать нашу вот суровую обыденность. Магическая реальность, причём создана нашими предками. Чтобы стоять, я должен держаться корней, как пел классик. Дарина, я вашу книжку, конечно, только начала читать, но успела прочитать после слове издателя. Она очень грустная. Она очень грустная, там про то, что вот мы, удмурты, и мы даже своего удмуртского языка, к сожалению, не знаем, и ничто этому не способствует. Вот как так получилось-то, что вы вот, и даже в Удмуртии не можете выучить свой язык родной? Так получилось, потому что, и это тоже сказано, в том числе, в послесловии, но я озвучу, Удмуртия — это христианизированная республика, и поэтому у нас очень редко где встречаются надписи на каком-то языке, кроме русского. Их можно встретить только на вывесках государственных учреждений и, например, на аптеках с недавнего времени. А в школе что, учить не обязательно у удмуртского? В школе у удмуртского — это не обязательный предмет. Больше того, удмуртский язык, допустим, в моём родном городе Глазове есть далеко не во всех школах и чаще в качестве факультатива. В деревнях, в школах преподают удмуртский язык, и, в принципе, у нас на нём говорят в основном в деревнях. Но, например, если ты едешь в огород, в автобусе, в полном бабушек. Вот там ты услышишь удмуртскую речь. Я слышала удмуртский, когда, например, моя прабабушка разговаривала со своими подружками. Моя бабушка, она тоже носитель языка, но она уже знает только разговорный. Литературный удмуртский, он чуть сложнее, и она уже в нём не очень ориентируется. Мы с мамой и моей сестрой, мы уже знаем просто какие-то отдельные слова на бытовом уровне, потому что у нас практически не звучит удмуртский в городе, в бытовой жизни. Это очень-очень грустно, конечно, но когда я писала «За околицы тьма», я поняла, что я хочу, если не выучить этот язык, то хотя бы узнать о нём чуть больше. И у нас есть газета «Гарант», которая в своё время делала вырезки с уроками удмуртского языка небольшими. Вот мне бабушка собрала эти вырезки, и я потихонечку учу оттуда слова. Ну вот вы так сказали, что на это повлияла христианизация, но не обязательно. Вот у меня в прошлом году в школе межэтнической журналистики училась девушка из Ставрополья. Значит, она из Туркменского района, и она туркменка, то есть трохмены там их называют. Это не какие-нибудь типа наехавшие гастарбайтеры, это самые что ни на есть коренные российские туркмены, которые ещё в незапамятные царские времена переселились туда, на Ставрополье, и там пять районов, там где живут туркмены, и они не знают своего языка. То есть то, что вот у бабушек сохранилось, и даже эта девушка с такой болью написала она текст про то, что она даже стесняется дома разговаривать на своём языке, потому что она боится что-то сказать не так, и вот только благодаря цифровой эпохе вот молодые люди сейчас стали объединяться, искать свои корни, значит, учиться общая язык свой. и мы в прошлом году мы были в Общественной Палате Российской Федерации и приставали к Эльдару Гельмудиному депутату Госдумы с ней вместе, потому что он сказал, нет народа, нет языка, нет народа. Мы говорим, а как же так, а почему государство ничего не делает, например, для туркменов, которые хотят изучать свой язык, у них в школах нет никакой возможности его изучать, они должны там с какими-то туркменами по интернету связываться, чтобы вспоминать, как же это всё. Вот так вот. И он говорит, ну, должны какие-то энтузиасты появиться. Ну, энтузиастов мало. энтузиастов, понятно, волонтёрем-то мы много, да? Ну, просто это моя личная боль, вот вроде бы я написала историю, в которой есть удмуртский фольклор, удмуртская мифология, удмуртские слова. Вы думаете, знают они в Удмуртии? Нет. А вы думаете, мы русские что-то знаем? Вот я про свою бабушку. Что? Какая была магия? Вообще ничего этого не было. Я вот рассказываю об этом на канале в Пскове, а до Удмуртии ни меня, ни этой книги не существует. Это очень грустно. Как это не существует? Вот так. Почему? То есть вас там не пиарят? Нет, вы что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, мы русские, вы меньше всего. Вот я тоже жила, я прожила тоже всё детство у бабушки в деревне, и что я там? Какие-то осколки, какие-то вообще просто крохи от той культуры богатейшей, которая была и была напрочь забыта. То есть, например, моя бабушка говорила по стен, по стен. Уругать-то у неё был такой по стен. Слышали такое слово когда-нибудь. Никогда. И она тоже, наверное, не знала, кто такой по стен. Я уже, когда выросла и нашла в словаре как-то по стен. Это такой чёрт, который по стенкам. Знаете, как в фильме Ви там вот эти были такие, карабкались там по стенам. Вот это, потому что я там почитала про какие были черти, какая была классификация, какой был бестиарий там вообще мощный у славян, там японцы отдыхают. Вот. Поэтому вот это где-то просто докатилось в виде каких-то крошечек. Понимаете? Или, например, русалки. Вот она утверждала, моя бабушка, что она видела русалку в детстве, потому что они заблудились там с детьми с какими-то играть, заигрались, зашли в рожь и увидели вот эту голую женщину, которая расчёсывает волосы. Испугались, убежали. А у вас русалка, кстати, водяная, да? У меня водяная русалка. Я уже очень много комментариев на этот счёт собрала, что это неправильно, что славянская русалка... Мне-то я хотела спросить. Да, она не хвост. У вас водяные были русалки или вот такие вот русалки, которые на ветвях сидят? Нет, у меня была именно та, которая на ветвях сидит, у которой не ноги, а хвост. И, с одной стороны, я осознаю, что это отступление от такой классической мифологии. Это уже какие-то диснеевские русалочки. Тут немножко затесались в вашу книжку. Всё так. Но у меня же фэнтези. Я не претендую на то, что это исторический труд. А учитывая, что один из моих персонажей это Вумурт, удмуртский водяной, и он там супер харизматичный, развесёлый, трескает огурцы, но ему нужны были какие-то дамы вокруг него. Ну, нужны были. И вот я дала ему русалок. Он любя обилен там, да? Он любя обилен к огурцам. К русалкам он просто бережен и осторожен с ними. Ну вот. А ещё там есть такой дымовой, который почему-то пьянеет от масла. Расскажите. Ой, это моя любимая тема. Дымовой в Удмуртии называется коркамурт. Корка — это дом, а мурт — это существо. И коркамурт — это такой типичный удмуртский домовой. И действительно, есть некоторые источники, которые говорят о том, что ему можно давать маслице за что-то хорошее или чтобы он в чём-то помог. Любит он маслице, действительно. Он очень любит. Но много давать нельзя. А моя героиня, Еринка, она вначале этого не знала. И она думала, ну что плохого? Домовой просит масло. Я ему дам. Она добрая была. Да. И она дала ему масло. Он опьянил и начал петь частушки. И сочинять частушки — это была одна из самых классных частей работы над книгой. Как интересно-то! Ну и вот я почитала отзывы литературоведов про вашу книгу. Там восторженный отзыв. Наделала шум, и эта книга. А вот как вы думаете, что же, почему читатели вот так вот увлеклись, что они вот ищут в вашей книге? Она толстая книжечка-то, покажите. Вон какая она, толстенькая книжечка. И вот считают, интересно им, что они хотят о себе понять. Что вот такое мы ищем в фэнтези, в этническом фэнтези? Я не смогу ответить за читателей. Я могу ответить только за себя, как если бы я не автором была, а читателем этой истории. Для меня это в первую очередь история развития отношений наставницы и ученицы. Очень драматичного развития, очень стеклянного, когда они обе становятся, любя друг друга, они становятся перед очень сложным выбором, когда каждая должна выбрать я или другая. Во-вторых, для меня эта история во многом про семейное тепло. Образ Абуды, Бабы-Яги, он вдохновлен некоторыми чертами, некоторыми... Да, там же вы посвятили своему бабу. Некоторыми событиями, связанными с моими бабушкой и прабабушкой. Для меня это вообще книжка, ну, в чём-то про них. Она для меня про дом, про моих глазов, про моих бабушек, про мою семью. Ну, всех бабушки, все хотят, да, все что-то родное там найдут, наверное, в этой книжке. И, например, в околице есть сцена, где Абуда и Еринка пекут перепечи. Перепечи — это национальное удмуртское блюдо, это такие открытые круглые пирожки с самыми разными начинками. И вот Абуда рассказывает Еринке, «Раньше в деревнях перепечи пекли по большим праздникам, и кто пёк, тот потом на праздник и шёл». Еринка спрашивает, «А кто не пёк?» Абуда отвечает, «А тот не шёл». И этот диалог, это дословный мой с моей прабабушкой диалог, когда мы с ней пекли перепечи. И вот эта сцена, она полностью взята из реальности. И, может быть, через вот такие сцены и такие детали мне удалось передать какое-то тепло, взаимодействие с наставником, с человеком более мудрым, взрослым, принимающим тебя, всеприемлющим. И, может быть, это откликается и читателям. Напоминаю, что сегодня в программе «Анализируй этнос» с Ольгой Миронович были писатели, которые специализируются на этнике. Александра Агафонова и Дарина Стрельченко. И пока они в Пскове у нас на фестивале «Книжные яблони», можно с ними пообщаться вживую, посмотреть их книжки на ярмарке в библиотеке «Наконный». А в этой программе мы пытались понять, зачем современному человеку сказки, почему мы так охотно эмигрируем в свою внутреннюю магическую Якутию, магическую Удмуртию, почему даже в 21 веке мы продолжаем жить не только в реальном мире, но и в мире выдуманном, в Хогвартсе, в Средиземье, в мультяшной вселенной Хаяо Миядзаки, где-то за околицы, где тьма. Или не так, почему тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. А если вы слишком поздно подключились к этому разговору и не успели релацироваться с нами туда, где и чудеса, где леший бродит, русалка на ветвях сидит, то слушайте и смотрите эту программу в записи на сайте Псковской ленты новостей и во всех ее пабликах. До новых встреч! Продолжение следует...